Было чувство, что необходимо как-то поддержать Алексея, выказать ему какую-то солидарность. Мы в данном случае требуем соблюдения закона, потому что происходящее с Алексеем Навальным – это имитация закона. Один из месседжей пропаганды – что общество едино. На самом деле это не так. И что сейчас важно, что подписали депутаты, потому что за каждым из этих депутатов стоят избиратели. За кем-то тысячи, за кем-то десятки тысяч. Эти люди, которые против войны, люди, которые против пыток, в России существует, их огромное количество. К сожалению, просто у этих людей сейчас нет минимально безопасной возможности высказываться. У нас достаточно большое количество депутатских чатов оппозиционных, и многие депутаты остаются еще в России. И часть из депутатов, которые находятся в России, задавали мне вопрос, насколько это безопасно подписать. Я честно говорил, что мы старались максимально мягко написать, не подпадая ни под какие законы. Но, к сожалению, на сегодняшний момент в России нельзя ни в чем быть уверенным. Я никого не уговаривал, да. Я выложил это письмо в открытый доступ, предложил всем, кто считает необходимым подписаться. Вот кто подписался, кто подписался. Но много людей мне написали, сказали, что полностью вас поддерживаю. Да, но, к сожалению, сейчас не готов рискнуть, потому что у меня уже есть административная статья за дискредитацию. Я не знаю, как бы я поступил, находясь в России. Но, находясь за рубежом, мне, понятное дело, было заметно проще. Какая будет реакция государственных структур, мы посмотрим. Но это письмо будет официально направлено всем, кто был заявлен. Это президент, генеральный прокурор и совет по правам человека. И подождемся от них какого-то ответа.